так друзья здравствуйте сегодня у нас 4 сентября вот а мы до сих пор не до конца разобрались в частности с колновидными яблонями вот сейчас когда-то я подготовил готовился к вебинару и подготовил это как знаете это называется болванка заготовка может быть назвать конспект я сейчас вас с этим конспектом познакомлю а почему возник вопрос вот у меня телефон а здесь вот этот самый ватсап он у не тут есть ватсап ватсап на компьютере показать не могу там много чужих телефонов они все любят показывать так проверяем идет ли запись вот и поэтому я вот отсюда сюда итак хороший человек умница который наверняка начитан невероятно и меня знает вот присылать мне ролик я посмотрел его и там написано а и прям было ваши слова по поводу колоновидных культур подтверждает научно-исследовательский институт лесовенко барнаул и дальше фразу которую я не согласен наука вас услышала до железо 20 лет долбит что в сибири и для севера россии колоновидные яблони это деньги на ветер водка без пива деньги на ветер это еще страшнее потому что здесь больше денег тратится особенно во время весеннего и осеннего обострения я так говорю мы все садоводы а садовод и это моя любимая афоризм я не раз приводил садовод это не профессия это даже не увлечение садовод это диагноз диагноз поэтому надо людей отучать от доверчивости вот итак что о чем говорит вот в этом вот самом о чем говорит научный работник умнейший мужик я начиная издаля опять может быть целая серия быть фильмов но короткий сильно уже меня это мугает и действительно длинные фильмы людям смотрим да просто некогда и так почему во первых я не показываю я бы мог с экрана сфотографировать его лицо мужик умнейший а потому что это как получается я боксер заочник то есть я буду о нем говорить он мне ответить то не может вот а я не совсем согласен с чем я согласен и так рынок цитирую его рынок заварен саженцами непонятными не сертифицированными южными и так далее все это деньги дают умница молодец но я в таких случаях обобщаю почему у вас есть наверно директор института вот в абакане из директор института есть научные учреждения в красноярске минусинске крушинске это только рядом то что со мной а они еще есть на урале в москве везде почему у вас наверняка есть какие-то свои эти как называть не шабашки эти сборы когда вы собираетесь до кучи вот почему вы не поставите перед правительством конце концов проблему чтобы только появляется вдоль дорог на самодельных на самовольных рынках саженцы вот эти я показывал фотографии с киргизскими номерами раз навсегда отучить от этого это все до единого погибнуть все до единого но вы купите абрикос это самый допустим из той же киргизии вот продавали не купили у этого самого лучшего садовода который на рынке торгует у тотарова не купили как у кого было он возьмет укроет под снегом а укройте трехметровый пациент а если даже умудрился укрыть сгниют те же абрикосы а так просто замерзут я в таджикистане я железом двух месяцев практика была ровно посреди зимы на таджикском алюминию я сюда вот у меня глаза-то открыты 0 плюс 5 0 минус 5 0 плюс 5 и так значит вот это одна проблема это я это самая не к тому ученым обращаюсь а он пожаловался что конечно кто у них хрен брать будет на рынке продают свободно ну соберитесь еще раз до кучи представь правительству это самое ну не может такого быть ну сколько можно то это по углам шептаться ладно что-то я разошелся теперь холловидное он правильно утверждает что холловидное яблони не для сибири но почему я не говорю ни фамилию ничего не лицо его не показывал потому что я с ними согласен и сейчас буду пытаться выглядеть ну по крайней мере не хуже его это еще раз умнейший мужик но он не зря упомянул эти клоновые подвои недостаточная морозостойкость для сибири померзает чертовой матери вот правильно говорю но тогда может быть есть другие варианты а почему не упомянул а сельсовых подвоях а клоновых подвоях но не искусственных палки с порощенными корнями агресский палок с порощенными корнями а естественные вегетативные клоны а это корневые отводки вот на корневых отводках теперь так как я говорю сумбурно меня слушать может даже противно я дальше буду просто сто лет назад подготовленную статья использовал или нет я не помню наверное использовал но еще раз говорю это заготовка это баллант давайте мы сейчас с вами пройдемся по этой статье секундочку а вдруг мне что-нибудь интересное скажет нет может быть даже интересно но это тема другого разговора так и так смотрите вот колонны с чего начиналось 4 саженца и сотни достались мне посылали к отца москву я был дурак дураком потому что это я сейчас знаю вот это я железу сейчас знаю что вот они листья и никогда на дереве это один из моих постулатов это один из законов природы недоступные людям которая пытается сверху ржай получать даже с карликов никогда если брать не один год а по сумме году никогда не будет яблок по весу больше данном случае речи яблони чем даст фотосинтез этих листьев площадь листьев площадь и никогда яблок если брать несколько лет не будет больше чем эта площадь даст фотосинтеза а что такое фотосинтез вы уже знаете проходили мы с вами вот это можно понять значит колновидность это миф один год супер урожай потом кукиш еще год потом может быть снова супер урожай потом кукиш средне арифметическое обычное урожай вот это раз но я дальше хочу с вами говорить ну как бы сказать а я то начал то с этих четырех они у меня показ когда у нас вздыхали один из них из четырех мы сотни выписать с москвой привезли я говорю это была фантастика это было поняли вот я показал да видите вот я показал один из них из четырех два сдохли сразу два один дал четыре плода последний дал вот такие отростки я умудрился размножить хотя бы то есть они до конца погибли все четыре и так и должно быть там соотношение кроны и корней было десять к одному еще раз вот выкормить было невозможно это этими корнями не воздачу они полудохло так вот тогда вот такие по-русски успел отрезал и вот эти яблоньки получил вот это и все затем я продолжал уже видите какие-то рост видите вот оно искусство из ничего что-то получит смотрим дальше вот это рекордный был урожай у меня есть еще одна фотография дело в том что в старых снимок а на следующей фотографии еще больше так вот когда было еще больше еще года позже у меня есть диск номер два на нем мировой рекорд по колодам скромные три мировых рекорда по морозостойкости учитывая прививку на колодовое на эти на корневой отводке раз по урожайности вот и воостойкость урожайность и я обычно три пальца загибал сейчас я волнуюсь у меня других дел много но я когда этот ролик посмотрел или сразу сейчас отвечу или никогда уже не отвечу вот потому что жизнь такая что не знаю за что хвататься вот так вот теперь продолжаю еще одна колода вот это пошло вширь а я боковой ветки не отрезал я не дурак знаете как продолжаю вот это еще одна это уже баргузин у меня это было кого 7 которые прислали в москву и привезли их потомка то есть веточка а вот это вот уже баргузин похоже на кого похоже теперь и дальше я цитирую сам себя потому что я не готовился я просто разговаривался и сразу включил запись и так я пишу колонны и кармики на кольную страну уже из того что я сказал выше нет никогда дальше содержание интерспектив еще раз говорю а